В Свердловской области прошли памятные мероприятия в честь 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. Осенью 41-го Ленинград почти потерял связь с большой землей. Вокруг города сомкнулось блокадное кольцо. В январе 44-го войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов сначала прорвали кольцо немцев, а затем полностью освободили обескровленный город, отбросив противника по всему фронту. Город на Невем получил долгожданную свободу 27 января 1944 года. Ежегодно в честь этого события проходят митинги памяти. О том, как встретили этот день в Новоуральске, в сюжете Валерии Коневой. 205 жителей Новоуральска участвовали в прорыве блокады Ленинграда 80 лет назад, а после и в снятии вражеского кольца вокруг города. Время берет свое, и сегодня в Новоуральске живут 4 блокадницы, пережившие одну из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны. Это Ольга Осиповна Круг, Раиса Ивановна Митюхляева, Тамара Михайловна Половинкина и Валентина Васильевна Харитонова. Не было более трагического события, чем смерть от голода в блокадном Ленинграде. Гитлер ставил своей задачей уморить город голодом, перекрыть все подъезды, чтобы мышь не проскочила и нещадно бомбить город. 8 сентября 1941 года начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Местные жители стойко выдержали почти 900 дней, поддерживая сообщения со страной лишь по воздуху и Ладожскому озеру. Свобода пришла не скоро. 12 января 1943 года началась наступательная операция советских войск «Искра». 18 января, ровно 80 лет назад, блокадное кольцо было прорвано. В результате операции «Искра» окончательно были сорваны планы германского командования соединиться с финскими войсками. Окончательная блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Тогда на весь город прозвучал салют в честь окончательного освобождения от блокады. Ежегодно, как дань памяти подвигу советского народа, по всей стране проходят митинги. Навуральцы из года в год собираются у вечного огня. И 27 января участники митинга вновь почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Подвиг ленинградцев остается в памяти всех нас с вами. Мы помним защитников, помним их подвиг, который они совершили. Нам сейчас очень важно, нам с вами помнить это и передавать эти сведения, эту страницу нашей истории для будущих поколений, чтобы это навсегда осталось в памяти. Для нас это очень важно в нынешнее время. Нужно сохранять память, чтобы помнить о геройских событиях прошлых дней. И нужно все это чтить, помнить и уважать все поступки. Страшна блокада была из-за постоянных обстрелов, холода и голода. Из магазинов исчезли не только продукты, но и их запах. Нормы продовольствия стали минимальными. С 8 сентября хлебная порция стала систематически снижаться и упала до 125 грамм. Именно такие кусочки получили участники митинга памяти в рамках акции «Блокадный хлеб». Эта акция ежегодная. И символ этой акции – это вот такой небольшой кусочек черного хлеба, который мы подготовили с карточкой на хлеб и небольшим клетиком, где рассказывается история создания блокадного хлеба, кто тот самый хлебопек, который этот рецепт создал. К сожалению, несмотря на весь ужас тех лет, мы вновь переживаем нелегкие для каждой семьи события. Наши герои вновь стоят на защите страны, но теперь уже в качестве участников специальной военной операции. Вот эти десятилетия, чем дальше они уходят, тем они сильнее должны отражать ту историческую значимость тех трагических событий, которые прошли. Было страшное время. Люди много пережили, не дай бог никому. Мы никогда не думали, что на земле может снова что-то восторжево вставать. Но, к сожалению, история идет по спирали. И сегодня то, что творят, бесчинствуют на Украине, это вот, наверное, то, что осталось недобитое, и то, что сегодня приходится выкорчевывать. Выкорчевывать опять кому? Нашему русскому народу. Народ, который забывает свою историю, не имеет будущего. Мы в этом убедились на ярком примере Украины. Дети, внуки, правнуки идут со свастикой, с факелами по земле, обогренной крою их дедов и прадедов. С каждым годом актуальность патриотических мероприятий становится все выше. Изо всех попыток исказить историю тех страшных лет мы должны помнить и передавать память будущим поколениям о мужестве, героизме и твердости духа блокадников. Валерия Конева, Иван Охмяков. Объектив. Итоги.